Владивосток отмечает главный праздник страны, День Победы. Спустя десятилетия имена неизвестных героев становятся известными и входят в историю. Так, на корабельной набережной на стену памяти были вписаны новые фамилии бойцов Великой Отечественной войны. На церемонии присутствовали курсанты и кадеты училищ, ветераны, а также глава Владивостока Виталий Веркиенко. «Пока горит вечный огонь, живет наша светлая память обо всех тех, кто завоевал для нас победу. Слава героям!» — сказал Виталий Веркиенко. Семь фамилий приморцев, участников боевых действий 1941-1945 годов, навсегда вошли в историю приморской столицы. Также у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» проходит традиционная акция «Вахта памяти», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В почетный караул встали курсанты вузов и школьники, сменяя друг друга каждые 15 минут. Таким образом, отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину. «Перед выборами, кого пошлют, получается, наш подполковник вызвал городских, чтобы определить, кто из нас хочет пойти. Выбрали по оценкам». Студенты, выпускники и сотрудники Дальневосточного федерального университета приняли участие в митинге в честь 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса политехникам, героически павшим в боях за Родину. Почетные места заняли ветераны, бывшие сотрудники и преподаватели вузов, ныне объединенных в Дальневосточный федеральный университет. Участники митинга возложили цветы, почтили минутой молчания память погибших воинов. «Предлагаю почтить минутой молчания воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны». «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым». В ДВФУ помнят сотрудников и преподавателей, которые в годы войны мужественно защищали Родину в рядах Красной Армии и Военно-морского флота. Самоотверженно трудились в тылу. Обелиск является напоминанием, что среди бойцов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, были выпускники военной кафедры Дальневосточного политехнического института. «Это мероприятие призвано говорить о том, каким будет будущее, вспомнить о том, каким было прошлое. И главное, сплотить нас всех вместе вокруг основной и главной идеи. Идеи мира, идеи памяти, идеи добра». Владивостокская таможня решила присоединиться к акции «Георгиевская ленточка». На корабельной набережной у Вечного огня сотрудники ведомства в форме раздавали всем жителям и гостям Приморской столицы ленты, поздравляя с Днем Победы, а также делая памятные фото. «У нас в таможне проходит очень много людей молодого поколения, выпускников вузов, выпускников таможенной академии. И из года в год подобными акциями мы хотим, чтобы память была именно незабвенна к воинам Великой Отечественной войны, а также в том, чтобы жители города, гости города тоже об этом не забывали». Поддержать бывших коллег пришел и Александр Машицын, капитан третьего ранга запаса, ветеран таможенной службы Российской Федерации. Белый китель, увешанный орденами и медалями, вызвал интерес у прохожих. Александр Михайлович с удовольствием делал фотографии на гаджеты туристов. Сам он служил на Тихоокеанском флоте с 70-х по 90-е годы. «Хочу, чтобы современное поколение чтило историю, потому что в будущем нет без знания истории. Да здравствует вооруженные силы России, да здравствует Россия, ее безопасность». Ветераны, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, военнослужащие и общественность собрались в Гайдамагском сквере, чтобы вспомнить подвиги моряков-тихоокеанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложить цветы к памятнику и братской могиле моряков, отдавших свои жизни в боях с милитаристкой Японией. Памятные акции в эти дни проходят по всей Приморской столице, и в 73-ю годовщину Победы у молодого поколения есть еще возможность увидеть и услышать тех, кто собственной отвагой приближал этот день в далеком 45-м. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.